Выборы в Польше и 100 обещаний Туска. В чем сила гражданской коалиции? За месяц до парламентских выборов в Польше основная борьба развернулась между двумя тяжеловесами – правящей партией «Право и справедливость» Ярослава Качинского и оппозиционной гражданской коалицией во главе с Дональдом Туском. Если с партией Качинского все понятно, успехи и промахи правительства граждане страны могли видеть в режиме реального времени, то коалиция Туска для поляков – это большие перемены. Но к лучшему ли? Мы продолжаем следить за электоральной кампанией в соседней стране, где 15 октября состоятся парламентские выборы. В этот раз разберем предвыборную программу Туска и выясним, в чем сила гражданской коалиции. 100 обещаний за 100 дней. Чем привлекательна программа коалиции? О том, кто такой Туск и как при его правительстве жилось полякам, мы уже говорили ранее. Но времена изменились. Вопрос – изменился ли Туск? 9 сентября в польском Тарнове состоялся съезд гражданской коалиции. Оппозиция во главе с Туском представила свою программу под названием «100 фактов за 100 дней». Название эффектное. Фактически, Туск предлагает программу быстрых действий. То есть электорату не нужно ждать, пока новые власти освоятся, найдут средства для реализации своих инициатив, проведут все бюрократические процедуры и т.д. Если верит Туск, у гражданской коалиции есть план, позволяющий выполнить обещания всего за 100 дней. «Мы начнем их реализовывать на следующий день после победы на выборах», – обещает Туск. Несомненным плюсом программы гражданской коалиции является то, что она ориентирована на широкие слои населения, а значит, работает на максимальное вовлечение электората. Есть конкретные предложения, которые могут быть интересны молодежи, семьям с детьми, пожилым людям. Инициативу затрагивают такие сферы, как бизнес, здравоохранение, финансы, жилье и энергетику. Так предлагается ввести налоговое послабление, поднять зарплаты учителям, провести индексацию пенсий, переложить обязанность выплат по больничным листам с предпринимателей на управление социального страхования. Коалиция обещает положить конец бесконтрольному вывозу необработанной древесины из Польши, а также исключить из вырубки наиболее ценные участки леса. Ряд инициатив гражданской коалиции затрагивает сферу здравоохранения. В частности, предлагается финансировать ЭКО из госбюджета и наладить процедуру записи на прием к врачу, чтобы сократить огромные очереди. В своем выступлении в Тарнове Туск заявил, что в основе предвыборной программы гражданской коалиции лежат мечты простых людей. Эти мечты не являются ни великой идеологией, ни большой претензией. Люди в Польше просто хотят жить достойной, нормальной жизнью. Люди в Польше хотят заслужить жизнь, которая не будет похожа на нынешнюю драму. Это мысли и мечты женщин, которые хотели бы, чтобы наша родина стала дружелюбным местом. Приводит слова Туска, польская газета, денник газета Prauna. Программа гражданской коалиции забилует такими, казалось бы, мелкими деталями, как оказание стоматологических услуг для детей или создание электронной системы регистрации на прием к врачу. Однако из подобных мелочей и состоит жизнь людей. И Туск показывает, что он и его команда видят нужды простого народа. Этот факт говорит о том, что гражданская коалиция серьезно нацелена бороться за каждый голос. Провал и ПИС – бонус для оппозиции, в чем Туск обвиняет власти. Однако всем понятно, что раздавать обещания легко, однако совсем не просто их выполнять. К тому же в бюджете дыра. Нынешнее правительство уже влезло в долги, просходуя баснословные суммы на вооружение. Однако Туск в себе уверен. По его словам, если в Польше снова появится ответственное правительство, знающее, что такое экономика, деньги найдутся. Что позволит профинансировать программу «100 фактов за 100 дней». Честность, компетентность и хорошая репутация будущего правительства. Офис премьер-министра Моровецкого обходится нам в 12 раз дороже, чем во времена моего премьерства. Именно поэтому мы должны победить на этих выборах, а не потому, что кто-то хочет стать депутатом или сенатором. Мы должны сделать это для людей, заявил он. На днях Туск зачитал декларацию об имуществе премьер-министра. Облигации на миллионы злотых, элитная недвижимость, земельные участки. Это лишь верхушка айсберга. То, что он спрятал и оставил своей семье, станет известно, когда мы выиграем выборы, сказал Туск. Большим бонусом для оппозиции на нынешних выборов стали промахи правящей партии, а их было немало. Рекордное падение ВВП, высокая инфляция, энергетический кризис, волна банкротств, в том числе в аграрном и транспортном секторах. Кроме этого, последние годы ознаменовались противостоянием Варшавы с Брюсселем, что привело к блокировке финансовых средств для Польши из фондов ЕС. И Туск не упускает возможности напомнить электорату о провалах писовцев. ПИС обещала, что жизнь поляков станет легче, но сейчас в стране один из самых высоких показателей инфляции в Европе, обращает внимание Туск. ПИС говорила об ответственной стратегии развития страны, однако показатели польской экономики во втором квартале стали худшими в Европе. Они так много говорили об экономическом патриотизме, а вы знаете, что только в этом году было закрыто 2000 польских магазинов, а в прошлом году закрылись почти 4000 польских магазинов, напоминает Туск. Поддержал главу гражданской коалиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Стоит отметить, что Тшасковский был главным оппонентом действующего президента Польши Анджея Дуды на выборах главы государства в 2020 году. Во втором туре он уступил Дуде чуть более 1%. При этом оппозиция требовала признать выборы недействительными, поскольку они не были честными и не соответствовали демократическим стандартам. Выступая в поддержку гражданской коалиции, мэр Варшавы заявил, что сейчас поляки борются с ценами, инфляцией, школой, погрузившейся во мрак средневековья, а также с людьми, которые правят нами и совершенно оторваны от реальности. Он также отметил, что программа коалиции была разработана в результате прямого общения представителей оппозиции с гражданами страны. Продажа виз мигрантам и коррупция. Трибунал для ПИС. Это реально? В программе гражданской коалиции есть еще один примечательный пункт. В случае победы на парламентских выборах оппозиция намерена привлечь к ответственности тех, кто шел против Конституции Польши и верховенства закона. Если конкретнее, ТУСК планирует отправить под трибунал Дуду, Моровецкого и других высокопоставленных лиц. А если дело действительно дойдет до суда, то посадки будут неизбежны. И прослушка телефонных разговоров граждан, в чем оппозиция обвиняет власти, может оказаться самым безобидным в списке нарушений. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об участии польских чиновников в коррупционных схемах. Так, имя Качинского упоминалось в связи с многомиллионной аферой при строительстве двух небоскребов в Варшаве. Дело почти дошло до суда. Однако, в конце концов, было сведено на нет. Недаром правящая партия предприняла столько усилий и даже пошла на конфликт с Брюсселем, стремясь полностью подмять под себя судебную систему. Много можно рассказать и о польском кумовстве на государственном уровне, когда на высокопоставленные должности в госкомпаниях назначаются члены ПИС или их родственники. Так, функционеры правящей партии в течение последних лет вошли в руководящий состав таких крупных предприятий, как польская нефтеперерабатывающая компания Орнелл, нефтегазовая компания Лотос Групп, энергетическая компания Энеа, горнодобывающая корпорация Польска Медь, химическое предприятие группа Азоты – это лишь небольшая часть списка. За последние несколько лет более 150 писавцев заняли высокие должности в двух десятках польских госкомпаний. Но, пожалуй, самый крупный коррупционный скандал разворачивается прямо сейчас. Оказывается, Польша, которая последние несколько лет разыгрывала драму на фоне миграционного кризиса, весьма неплохо зарабатывает на этих же мигрантах. Так выяснилось, что на территории страны была создана незаконная схема по выдаче виз иностранным мигрантам. Действовавший в польской лоди визовый центр продавал визы гражданам из нескольких десятков стран, в том числе Пакистана, Бангладеш и Ирана. Цена вопроса – порядка 5000 долларов. При этом в деле оказался замешанцем главы польского МИД Петр Вавжик. После огласки ПИС попыталась аккуратно дистанцироваться от Вавжика. Чиновника уволили из МИД, а его имя было оперативно вычеркнуто из списка кандидатов на выборах от правящей партии. Однако на этот раз замять скандал будет нелегко, в том числе благодаря Туску, который активно раскручивает эту тему. Развязать антимигрантскую истерию, привлечь рекордное количество мигрантов, заработать миллионы на визах и, наконец, объявить референдум по миграции. Лукашенко по сравнению с ним – дилетант, заявил Туск. По делу Вавжика власти Польши немногословны и не мудрено. Во-первых, история с продажей виз на уровне МИД ставит под сомнение всю политику партии – и в отношении миграционных служб, и в плане дискредитации Беларуси, которая якобы провоцирует миграционный кризис. Во-вторых, этот скандал произошел крайне не вовремя, и неизвестно, как он повлияет на настроение электората. В-третьих, как и говорил Туск, это может быть лишь вершиной айсберга. Мог ли Вавжик проворачивать подобные дела за спиной Моровецкого и Качинского? Пожалуй, об этом мы узнаем лишь в том случае, если победителем из нынешней гонки выйдет гражданская коалиция. Электоральные рейтинги показывают, что ПИС идет немного впереди, однако этого недостаточно для формирования однопартийного правительства. А создавать коалицию с другими партиями и делиться властью Качинский явно не желает. В этом плане стоит отметить, что гражданская коалиция – это и есть своеобразный союз нескольких оппозиционных партий во главе с Туском. И в отличие от Качинского, сила Туска в том, что он гораздо более гибкий политик, который уже доказал, что прекрасно умеет лавировать и находить пути решения даже в весьма непростых ситуациях. Может статься, что эти качества не только позволят ему совершить камбэк и вернуться в кресло премьера, но и отвести страну от пропасти вражды и конфронтации.